Здравствуйте, дорогие друзья. Заканчивается недельная глава Ваегаш. Давайте успеем разобрать то, что мы не успели. Важнейшая мысль содержится в нашей недельной главе. Человек не должен быть все время жалующимся, все время из него исходят негативные волны. 33 слова содержались в диалоге между фараоном и Яковом, где Яков жаловался на свою жизнь. 33 года были сняты из жизни Якова написано. Но возникает один вопрос. Я его разбирал в прошлом году, хочу только повторить. А почему? Яков сказал только 25 слов, 8 сказал фараон, потому что он задал ему вопрос, а сколько вам лет? А почему так? Дело в том, что Яков был настолько печальный, настолько придавленный немножко всеми этими расстройствами, что фараон увидел такого человека и задал ему этот вопрос. И написано, что это доказывает нам, что нельзя ходить с печальным лицом, нельзя все время быть негативным. Важнейший урок этот, вы обязаны радоваться. Что бы ни происходило, обязаны радоваться. Ну и здесь, как говорится, есть нюанс. В хасидской легенде говорится о том, что молодой человек предстал перед своим учителем и говорит, «Рэбэ, я очень благочестивый, я одеваюсь в белое, пью тока воду, кладу гвозди в туфель, чтобы для смирения, и голым валяюсь по снегу, чтобы было некомфортно. Я приказал смотрителю синагоги давать мне 40 удалов плетью каждый день». В эту же минуту вошел белый конь во двор, напился воды и стал кататься по снегу. «Смотри», — сказал Равин, — «это создание белой масти, оно пьет только воду, у него гвозди в подковах, оно катается по снегу и получает точно больше 40 ударов в день. И тем не менее, это только лошадь». Суть этого ответа в том, что человеческое существо служит Господу с радостью, а не с самоуничижением. Богу не нужны самозахисты, Бог хочет нормальных людей. Пойдем дальше. Знаете, для чего это вообще мы все изучаем? Только потому, что надо понять, человек он нетленный. Сегодня надо исправлять душу, потому что завтра уже ты попадаешь в мир, где душа уже готова. Короткую еще историю расскажу все-таки. Пятница. Раби Йосиф Хайм Зайненфельд, известнейший человек, стал свидетелем происшествия, которое произвело на него неизгладимое впечатление. Некая женщина в течение многих лет жертвовала крупные суммы на содержание Йошивы в Пресбурге. И по ее просьбе ученики читали кадры за тех умерших, у которых не оставалось родных. Когда эта женщина овдовела, ее семейный бизнес пришел в полный упадок. Она продолжила посещать Йошивы, просила, чтобы кадры не прекращали читать. Она обещала, что впоследствии попытается собрать необходимую сумму и продолжить пожертвование. Когда вдова вышла из Йошивы на улицу, к ней подошел старец с очень таким светлым лицом. И как-то так по-человечески поинтересовался, что с вами, какое. Она говорит, что она все от души, что разорилась, не в состоянии даже дочерей теперь выдать замуж. Прохожий вынул чековую книжку, выписал чек на колоссальную сумму. Попросил женщину, чтобы она пригласила двух свидетелей. Вдова забежала в Йошиву, вывела Йосиф Хайма и его друга. При этом он вручил чек, расписался и затем передал Йосиф Хайму образец своей подписи. И еще ушел. Утром женщина пошла в банк. Ее сразу привели к директору, поскольку требовала сумма очень большая. Увидев подпись на чеке, директор лишился чувств. Очнувшись, он сказал, что чек подписан на его отцом. Который скончался 10 лет назад. Он показал фотографию, и вдова опознала старца, которого встретила перед ним. Позвали свидетелей, они все это подтвердили. Оказалось, что прошедшей ночью старик явился к сыну во сне и сказал, что после того, как ты женился на нееврейке, у тебя тяжелая семья, ты перестал по мне читать кадыш. Моя душа очень страдала. Но затем некая праведная женщина, заплатив Ишиве, организовала чтение кадыша за такие души, как моя. Теперь эта женщина разорилась. Завтра она придет к тебе с чеком, полученным от меня. Проснувшись, банкир рассказал жене, она только посмеялась. Но едва увидев подпись отца на чеке, заверенном свидетелю, у него не осталось сомнений в подлинности ночного видения. Таким образом, Иосиф Хайм еще в юности удостоился редкого дара небес. Он увидел воочию нетленность человеческой души. Он понял о существовании посмертной жизни. И это история, которая зафиксирована, у которой есть свидетели. Перед нами шаббат. Перед нами важный шаббат. Я скажу два слова о шаббате. Люди многие нарушают, они говорят, ну как я могу, у меня там или работа, или мне надо то, или мне надо это. Рассказывается история. Один человек рассказывает, что отец моего соседа, строго соблюдавшего заповеди, и 30 лет работавшего вместе с евреем неизместно, их нарушавшим, и как-то за столом собрались, разговаривают, он говорит, послушай, уважаемый, он так задумался, и говорит, я работаю по субботам. Субботы и праздники, это примерно шестая часть года. Значит, год я зарабатываю на две месячные зарплаты больше тебя, за шесть лет на целый год больше. За 30 лет, что мы работаем вместе, я получил на 5 годовых зарплат больше. А денег не вижу. Питаемся мы одинаково, одеваемся тоже. Единственная разница, ты сидишь, поешь песни в субботу, а я вкалываю. Где мои деньги за субботу? Так вот, нет денег за субботу. Никогда не бывает, чтобы работа в субботу принесла пользу. Заработок в субботу не имеет брахи. Поэтому давайте в этот день радоваться, в этот день веселиться. Чтобы не было улыбаться и верить в то, что все будет хорошо. Браха вы от слаха, всего самого-самого лучшего.